Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос и прочитал ответы коллег на него. Ну, те, что были на написании на момент записи этого ответа. У вас было три комментария. Мне наибольшее, наиболее по душе пришел последний, третий моего коллеги Антона. Он мне показался самым объемным, самым глубоким и так далее. Собственно, скажу сразу, что вот это вот очень хороший вектор развития вашего поведения в данной ситуации. То есть, объективно, объективно, ну, тот, кто предлагает вам Антон, поможет вам действительно снизить градус своего напряжения. Это действительно поможет вам немножечко, скажем так, спокойнее реагировать на то, что происходит. Тем не менее, тем не менее, мне бы хотелось со своей стороны обратить внимание на ряд обстоятельств, которые мне показались, ну, заслуживающими внимания в вашем тексте. Первое. Значит, вы пишите, я, мужчина, работаю преимущественно в женском коллективе. То есть, вот здесь, Игорь, момент такой. Вы работаете преимущественно в женском коллективе, то есть, вы имеете в виду, что в вашем коллективе одни женщины? Или где бы вы ни работали, вокруг вас только одни женщины? Потому что в первом случае это одно, и это вопрос ваших ожиданий. То есть, вопрос такой, почему, почему я, значит, выбрав женский коллектив или согласившись на работу в женском коллективе, почему я ожидаю от женщин, что они будут вести себя, ну, скажем так, как-то вот по-другому, не так, как они ведут себя сейчас, в данный момент временно. Это вот, значит, первый момент, с которым мне хотелось давать донести. То есть, причина, по которой вы оказались в женском коллективе, и ваши отношения к женскому коллективу и к женщинам вообще, в целом. Это важно. Потому что, если вы ожидаете, например, что женщина будет вести себя с вас так же, как, допустим, ну, вел бы себя в аналогичной ситуации мужчина, ну, это, значит, ожидания у вас не совсем верные, не совсем адекватные ситуации, и, возможно, именно поэтому вы и испытываете те чувства, которые испытываете, потому что вы-то ожидаете другого, а этого, соответственно, не происходит. И вопрос в том, почему вы этого ожидаете. Вот, как правильно, как верно заметил мой коллега, да, что за оценкой всегда идут требования. И вот вопрос в том, основной, почему у вас требования к женщине или к женщине нам вести себя с вами именно так, как вы хотите. Могут ли они это делать, объективно, и как вы воспринимаете то, если они себя так не ведут? Именно вы как вы воспринимаете? Далее. Значит, плюс один зеноподобный мужчина, вероятно, он гей. Ну, соответственно, вы заострили на этом внимание, да, на то, что мужчина гей. И я не могу не задать вам вопрос. Вы имеете что-то против геев, например? Вы имеете что-то против мужчин с, ну, вот, как нетрадиционной ориентацией сексуальной, да, и так далее. Если имеете, то почему? Почему вас это раздражает? С чем связаны раздражения, ваше раздражение? Почему вас это задевает? Это вот такие довольно важные моменты для прояснения вами, если вы хотите, значит, избавиться от раздражения. Лучше понять себя. Далее. Считаю, мысли, несмотря на то, что большая часть коллектива истерички и неврастенички, так, здесь вы выносите оценочное суждение этим людям. Соответственно, я хотел бы сразу вас спросить, почему вы считаете, что правы? Почему вы считаете, что, значит, ну, что вот вы молите людей называть вот так, как вы их называете, то есть неврастенички и так далее, и истерички. Ага, значит, соответственно, вопрос в том, знаете ли вы, что такое неврастеник, и такое кто это пистероид, кто это как себя ведет и так далее. Если вы этого не знаете, то, соответственно, я вам могу задать вопрос тогда, а почему же вы позволяете себе называть так людей? Ну, окей, они могут вам не нравиться, все люди. Хорошо. Но называя их так, вы их принижаете. Получается, что вам для чего-то нужно их принижать. Вам для чего-то нужно, чтобы они обязательно были неврастеничками и эфтеричками. И вопрос в том, зачем вам это? Почему у вас выработалась такая негативная оценка или по сути делая отличение людей к определенным категориям? То есть ярлык. Значит, они не нравятся, что больше отряд коллектива исторически и неврастенически, но при каждом удобном и неудобном случае говорят такие правды успокоиться тихо надми себя в руки. значит, ну, здесь с точки зрения опять же психологии можно сказать о том, что люди не имея возможности действовать сами нужным способом, не имея возможности сами реализовывать это, то, что они говорят вам, они пытаются реализовать это через вас. То есть на вас они транслируют то, что вероятнее всего нужно им самим. То, что вероятнее всего хотели бы они сами, но по той или иной причине этого сделать не могут. То есть нужно понимать, что человек говорит о том и видит то, что у него, как правило, болит. человек говорит о том и видит то, что, как правило, его беспокоит. То есть правду этих людей подобного типа может воспринимать так. Я хочу успокоиться, как бы говорит вам эта женщина, но я не могу успокоиться, я не могу этого сделать, я не в состоянии этого сделать, у меня нет возможности это сделать, поэтому я говорю это тебе. то есть вам. Иными словами через вас человек пытается реализовать то, чего нам делать не может. Именно на вас человек пытается спроектировать те переживания, которые хочет перейти сам, но не может. И в этом контексте, в этом вот развитии ситуации возникает вопрос, а можете ли вы объективно повлиять на позицию человека таким образом, если он этот человек так сюда ведет. на мой взгляд очевидно, что если эмоции человека зашкаивают, если эмоции у человека достаточно сильные, то он никак при всем желании не может справиться с ними и будет проектировать их до тех пор пока ну пока либо не выдастся, не выдаст их полностью, либо ему не помогут преодолеть конфликт, либо значит не пресекут его довольно жестко. Теперь подумайте, подумайте, пожалуйста, что из того, что я назвал, что из того, что я привел, реально можете сделать вы? Ну, то есть, что вы можете сделать? Пресечь? Если да, то как? глаз на выбор у вас на выбор ну, скажем, несколько возможных вариантов, либо пресекать жестко, например, то есть, либо вы довольно жестко пресекаете, то есть, просто говорите, вы вообще мне говорите, да, если мне, то почему вы решили, что я не спокойен, почему вы решили, что мне как бы нужно успокоиться, с чего вы это взяли, что мне нужно успокоиться, либо вы просто говорите, да, да, конечно, сами при этом думаете о себе, сами при этом думаете о чем-то своем, ну, просто потому человек, он же, как мы и сказали, проектирует на вас свои переживания, а если это так, то по сути-то он говорит вам с собой, не с вами, он говорит сам с собой, со своими переживаниями, со своими эмоциями, но не с вами, а вас человек не думает, вы не вовси всего лишь объект, объект, значит, опридмечивания его эмоций, о которых сам человек себе в силу низкого эмоционального интеллекта сказать не может. Это то, что касается того, что они говорят вам определенные правды. да, и отдельным пунктом идет еще и то, каким тоном они это говорят. Ну, то есть, у вас, например, вот у вас, как вы это пишете, у вас, получается, они говорят довольно грубо. то есть, они чуть ли не пресекают вас, чуть ли не требуют от вас говорить, ну, как-то вот так, как им нужно. Если они, грубо говорят, то, соответственно, вы можете также спокойно, везли, сказать, что, пожалуйста, не нужно указывать мне, что делать, осталось, не переходить границы. Да? Например, вы можете сказать так. Если человек не слушает вас, если человек по-преднему делает так, то вы имеете право либо обратиться к начальству для того, чтобы ваш вопрос решил за оно, либо игнорировать людей, то есть просто понять, что эти люди вообще вас не уважают и не нужно дать на них внимание и все свои, например, рабочие контакты свести к общению с теми, кто не является по вашему мнению истеричками и неврастиничками и соответственно таким образом просто исчезнут для этих людей. есть. Дальше. Вы пишите советы с такой шпухой. Ну, это они опять же делают как бы исходя из своих каких-то переживаний. они говорят тихо уже просто так без повода, потому что у них эмоции зашкаливают. Боюсь, что когда в следующий раз одна из этих теток что-нибудь скажет, опять идет принижение у вас человека, одна из этих теток, это принижение, я не держусь, ага, пошлю ее ко всем чертям. и меня скорее всего уволят. Давайте подумаем, почему вас так надевают, что вас пытаются успокоить. Вот вы дальше в своем сообщении пишете о том, что вы довольно стрессоустойчивый человек. если вы стрессоустойчивый человек, то разве подобные формы общения с вами, которые нельзя назвать даже в прямом смысле агрессивными по отношению к вам? Разве могут в этом случае подобные формы взаимодействия с вами вас задевать, если вы стрессоустойчивый человек? Ну, ответ, наверное, будет скорее нет, чем да. Не должны задевать. много задевают. Много задевают. И вот вопрос, который я бы хотел, чтобы вы себе задали звучит так. почему же вас все-таки это задевает? Почему? Чем? Вероятно, вы сами находитесь в неспокойстве. Вероятно, вы сами находитесь в не знаю, ну, в в дисгармонии с собой. Вероятно, что вы сами испытываете нервное напряжение по причине того, например, что вам не нравятся эти люди. То есть причины антипатии еще нужно выяснять. Но здесь вот я думаю, что имеет смысл вспомнить то, для чего вы работаете. То есть вы работаете вообще ради того, чтобы общаться с этими женщинами, или вы работаете для того, чтобы у вас был заработок, или вы работаете для того, чтобы реализовываться профессионально. Последние два пункта являются правильными для работы, ну а первый пункт является ничем иным, как сублимированием своих неудовлетворенностей. То есть у вас где-то что-то неудовлетворено, и вы пытаетесь через этих людей каждое свое переживание проектировать. То есть вы делаете то же, что делают они, только возможно не в такой форме, как они. То есть вы себя сдерживаете, но если вы себя сдерживаете, то это не значит, что вы этого сделать не хотите. Вы хотите, но сдерживаете. Вопрос в том, почему вы готовы поссать человека, у которого не все в порядке, как вы сказали. Поссать этого человека ко всем чертям. Если у вас все в порядке. Знаете, если бы у вас все было хорошо, вас бы это даже не задевало быть. А чем задевает? Вопрос в том, в чем и почему. И если у вас найдется что-то, что действительно задевает уже именно вас, то есть есть какой-то конфликт у вас, то этот конфликт и нужно разрешить. Ну, например, вам говорят, что чтобы вы успокоились, вы в свою очередь раздражаетесь, раздражаетесь, и как бы вам неприятно, вас сами пытаются успокоить. Почему? Потому что вполне вероятно, что вы чувствуете раздражение и чувствуя раздражение действительно на самом деле, вы понимаете, что эти люди пытаются вас как бы успокоить, они вне правы. Хотя вы-то привыкли считать, что эти люди ниже вас, что они хуже вас, а в действительности получается, что они правы. В действительности получается, что они верно вас чувствуют. Вот и возникает отсюда вопрос. Так как же так? Как же так? Почему люди оказывается чувствуют вас лучше, ваше настроение, чем вы сами? А почему же вы принижали других людей получается не заботитесь о себе? Почему же вы получается принижая опять же других людей не беспокоитесь о самом себе? Не заботитесь о себе и вероятно даже не отдаете себе от счет в том, что у вас какая-то есть другая проблема может быть. То есть какая проблема это еще неизвестно, но что другая проблема есть это скорее всего очевидно. Потому что если бы не было проблем, то наверное вы бы так бы на это не реагировали. Вам болезненно так неприятно. Знаете, понимаете какая получается ситуация? Если вы хотите сказать что вы лучше этих людей, если вы хотите чтобы эти успокоители успокоились, вам нужно дать понять, что ваши слова их никак не трогают. Дело в том, что они и неврисынические, и истерические, очень чувствительные. И они знают, что когда они вам это говорят, вас это задевают, или они это значат, что они правы. если вы будете реагировать абсолютно безразлично на то, что они говорят, у них интуитивно, инфективно отпадет всякая нужда в том, что вас успокаивает. Потому это так они с вами взаимодействуют, по-другому взаимодействовать с вами они не могут, ну не только с вами, а вообще вероятно с людьми. И соответственно если им нужно с вами взаимодействовать, они будут искать другие пути, более приемными для вас. Но для того, чтобы перестать на это реагировать, нужно понять какой у вас конфликт. Или вы сами постарайтесь об этом подумать. Я человек довольно прессоустойчивый. Да, как она проявляется, почему вы решили считать это так и так далее. Не только я вам не верю, я вам верю. Просто как вам прессоустойчивость проявляется здесь, в этой ситуации. Во всяком случае гораздо спокойнее самих успокоителей. Значит, но опять же, опять же, вы не сравниваетесь с другими. То есть, вы в своих суждениях отталкиваетесь от этих самых людей. То есть, вот я по сравнению с ним, по сравнению с ними более спокойный. Ну, хорошо, они по сравнению с ним. Почему вы оцениваете себя, сравнивая себя с теми, кого вычисли хуже себя. Нет ли здесь подсознательного обесценивания себя и, соответственно, идеализации других? Вопрос довольно сложный. Уверен, вам он будет не очень приятен, этот вопрос, и, скорее всего, вы со мной не согласитесь. Средизнение игр, то, что вы говорите, что, во всяком случае, гораздо спокойнее этих людей, этих успокоителей, говорит о том, что они для вас стали очень важными нету ваших друзей, нету ваших знакомых, нет людей, которых вы уважали и на которых бы равняк, есть они. Отсюда вопрос, почему коллектив так сильно станет вас влиять? Либо вы не отдыхаете должным образом, либо у вас нет отдушины, где вы были с собой и расслаблялись, либо у вас нету возможности сливать свой негатив. То есть вы в постоянном напряжении. Подумайте, что из этого ваше, и в этом направлении попробуйте доработать. То есть если это отсутствие отдыха, соответственно, больше отдыхать, если это невозможно вслить негатив, соответственно, найти кого-то, кому бы вы могли это сливать, друзья, старшие наставники, психолог может быть, тут все на ваш выбор. И так далее. Но не нужно говорить, что по сравнению с другими, не по сравнению с другими, и тем более не с теми, кого вы считаете хуже себя. Но эти бразы с их советами просто вымораживают. Ну, вот про то, что они вас вымораживают, я сказал. Что вы здесь себе противоречите. Я стрессоустойчивый, но эти советы меня вымораживают. Почему вымораживают? Если вы стрессоустойчивы. Понимаете, что вы сейчас именно в этом стрессе находитесь. И как это задвескивает? Потому что вы называете себя стрессоустойчивым. человеком. Вот. Подумайте пожалуйста об этом. Важная вероятность, вы просто не умеете расслабляться. Техник расслабления довольно много. Просто напишите в интернете. Их будет тогда достаточно. Что делать? Скажите, ну вот ответить на все вопросы, которые я вам задал. И подумать о том, как и почему вы воспринимаете этих людей именно так. И как вы воспринимаете себя. И почему. То есть корректировать картину других людей и корректировать картинку самого себя. Лучше понять, почему другие люди так поступают. И лучше понять себя. Принять себя таким, как вы вы есть. И принять других. Если потребуется помощь, выбирайте экспертов и работайте с тем, кто вам придется подождать, если сами справиться здесь смотрите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.